Для достижения наилучшего результата, помимо тренировок, еще нужно соблюдать диету. Что есть, чтобы росли мышцы, а чтобы появился рельеф, разберемся в нашем видео. Естественно, ни одна диета, будь то похудение, набор массы или сушка, не включает в себя такие продукты, как фастфуд, газировки, жирная пища, сладости. Также одним из основных правил, которые нужно запомнить, является тот факт, что в день тренировки потребление пищи возрастает. Чуть большее количество углеводов и белков при правильном питании уйдет на восстановление организма после тренировки. Основа у всех диет составляет одни и те же продукты. Нежирное мясо и птица, обезжиренная или с маленьким количеством жира молочная продукция, творог, кефир, молоко, яйца, овощи и фрукты. Медленные углеводы, каши, макароны, грубого помола, рыба. Правильно подобранный спортпит необходим. С ним и легче, и быстрее, и в какой-то степени полезнее. Не забывайте про витамины. Любая диета, даже если это просто правильное питание, несет в себе какие-то ограничения. Тем более, не все продукты, содержащие нужные и полезные для организма вещества, доступны во всех регионах России. Когда вы тренируетесь в зале на рост мышечной массы, вам необходимо энергии намного больше, чем при занятиях на рельеф или похудение. Конечно, диета подбирается индивидуально, но рекомендации и основные правила общие для всех. Увеличьте количество приемов пищи для роста мышц. Вам необходимо питаться 5-6 раз в день большими порциями. Рацион должен состоять преимущественно из высококалорийной пищи, примерно 70% от общего питания. Овощи и фрукты, конечно, полезны, но большое количество клетчатки просто не будет усваиваться. Сократите потребление насыщенных жиров, жирное мясо, сало, маргарин и быстрых углеводов. Их организм будет использовать не в качестве энергии, а откладывать жир. Иногда можно съесть небольшое количество быстрых углеводов после тренировки, но не чаще. 70% съедаемой вами пищи должно приходиться на первую половину дня. Не забывайте пить. Ни в коем случае нельзя допускать безвоживания организму. Поэтому в день выпиваем от 2 до 2,5 литра чистой воды. При наборе масс соотношение БЖУ должно быть 30-35, 10-20, 50-60% соответственно. Это стандартное соотношение, с которого стоит начать, впоследствии изменяя его под себя. Постепенно увеличивайте калорийность меню. Количество потребляемых калорий должно превышать их расход. В среднем в неделю вы должны набирать по 400-800 грамм, но не больше. Что касается спортивного питания, то стоит запастись полным комплексом. В перерывах между едой, перед сном и после сна пейте протеиновый коктейль. Гейнер до и после тренировки. Креатин и БЦА также употребляйте после тренировки. Не забывайте о витаминах и минералах. Витаминах и минералах. Данная диета рассчитана для тех, кто уже набрал мышечную массу. Опять же, как и любая диета, она должна подбираться индивидуально. Главный принцип снижения калорийности рациона до 30%. Оно должно происходить постепенно. В зависимости от реакции организма. Если в месяц вы теряете от 1 до 3 килограмм, то все идет хорошо. Сокращайте количество быстрых углеводов и животных жиров. Последнее лучше исключить вообще. Если результат будет недостаточным, продолжайте сокращать углеводы. Однако, вы должны потреблять не менее 10% от общего рациона растительных жиров, а также омега-3. Количество углеводов нельзя сокращать меньше, чем до 40%. Но это должно быть медленные углеводы. Каши, овощи, орехи, несладкие фрукты. Питайтесь часто 5-6 раз в день небольшими порциями. И много пейте не менее 2 литра воды в день. Не забывайте о витаминах и минералах. Вам их будет очень не хватать для здорового роста мышц. Из спортпита отдайте предпочтение протеиновым коктейлям. Они помогут сохранить мышцы. Также, возможно, жиросжигатель. Но с ним будьте осторожнее, так как они имеют побочные эффекты. Снижая количество углеводов, увеличивайте потребление белка. Это поможет сохранить мышцы и даст энергию вашему организму. Понравилось видео? Ставь лайк. Обязательно пишите на канал. Всем мир. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok